Каждый, кто хотя бы раз видел репортаж какой-нибудь американской новости о судебном процессе, мог обратить внимание на то, что там нет фотографий или видео из залы суда. Чаще всего людей балуют лишь странными зарисовками процесса, сделанными на скорую руку. Есть ли у этой традиции какое-то серьезное логическое обоснование? На самом деле все достаточно просто. В большинстве стран в судебных ситуациях журналистам запрещается вести фото- и видеосъемку. Подобные законы можно встретить от стран Европы до Гонконга и от Гонконга до отдаленных штатов США. Данный запрет появился сразу же с появлением и широким распространением фотографии. Принято считать, что любая съемка, будь то фото или видео, отвлекает участников процесса. Впрочем, это первая, но не единственная причина. На многих серьезных заседаниях, даже если туда пускают журналистов, запрещено производить фото- и видеосъемки из-за необходимости сохранить конфиденциальную личную информацию участников процесса. В действительности, с 1980-х годов прошлого века судебных процессов, где нельзя фотографировать, становится все меньше. Несмотря на действия запрета, СМИ, будь то газеты, журналы или телепередачи, нуждаются в графическом контенте, который можно было бы представить к материалу о судебном процессе. Так как фотографии часто делать запрещается, журналистам разрешают делать зарисовки. Первые судебные зарисовки в США появились еще в 17 веке. В России также делали судебные зарисовки. Первые известны с 19 столетия. Однако и здесь есть ограничения. На самых серьезных и тяжелых процессах журналистам могут запретить рисовать непосредственно во время заседания. В таком случае они вынуждены работать по памяти уже после процесса. Самое главное в искусстве судебных зарисовок – это скорость работы. Художник-журналист должен нарисовать как можно больше. Более того, иногда зарисовки суда делаются за считанные минуты, ведь во время громких процессов СМИ нуждаются в горячем графическом контенте, который можно будет приложить к выходящему в эфир материалу в кратчайшие сроки. Интересно и то, что покупают зарисовки судебных процессов не только представители СМИ. Очень часто подобные рисунки берут даже отдельные музеи, тематика которых касается судебного дела. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что создание зарисовок суда – это одна из форм искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова